Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арзо, и сегодня мы продолжаем проходить модификацию ProStalker. Перед началом прохождения, как обычно, хочу вас попросить поставить лайк, ставить комментарий, но также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Зачем мы с вами оказались на кордоне? Ну, всё очевидно, задание уникальная гроза. Сейчас давайте отдадим вот эти вот все материалы Михалычу и получим интересную пушечку. Опять же, это задание скорее ради самого задания, чем ради чего-то другого, потому что... Не факт, что я буду бегать с этой грозой. Вот что я думаю. Калаш у нас уже есть, поэтому, может быть, она на моих грозах не нужна. Ну что, отремонтировал? С большим трудом, но мне это удалось, можешь забирать. Уговор помнишь? Где то, что я просил? Вот твое барахло. Забирай, весь рюкзак провонял этим непонятным тухляком. Так, ага, то, что нужно, мне хватит. Вот твоя пушка. Береги, другой такой не найдёшь, уверяю тебя. Попробовал её в деле, собак только так, крош, забирай. Очень спасибо. Выручил, с таким оружием ходь к центру зоны, попутно у ветра. Так, что нам нужно улучшить, так это сайгу. Вот, кстати, гроза. Пока что давайте подчинимся. По-прежнему вполне возможно, что сейчас в тёмной долине мы найдём инструменты. Ну, я очень надеюсь. Вот, будем обыскивать эту локацию вдоль и поперёк. Потому что здесь я, ну, за кадром я много что обыскал. Ну, наверное, кроме, что на агропроме некоторые места я не обыскивал. Да, вот там тоже могут быть инструменты. С тёмной долиной, я думаю, не будем таких оплошенностей допускать. Так, гроза. Как ты выглядишь? Ну да, выглядит она, конечно, совершенно обычно. Плюс на совершенно обычных патронах. Тут, опять же, по характеристикам. Ну, я могу вам сказать, что она просто банально не шибко лучше. Вот что. Весит она, конечно, поменьше на килограммчик. Так ли она нам вообще нужна? Мне, например, калаш больше нравится. Да даже, скорее, не по показателям каким-то определённым. То есть, я так понимаю, показатель урона это вот черепушка. Логично же, что это урон. 70 это точность. 80, не знаю, что такое. То есть, по урону, у грозы урон чуть-чуть лучше. Но не сильно. Вернулся. Понимаете? На неё нужны какие-нибудь обвесы. Какие-нибудь прицелы. Короче. Моё решение пока таковое. Я просто банально оставлю её вот здесь. И я уже в любой момент могу подобрать. Пусть она здесь валяется. Сейчас мы с вами пойдём и улучшим Сайгу. И отправимся в Тёмную долину. Калаш мне банально, не знаю, по внешнему виду больше нравится. У неё есть вот такой классный фонарик. И всё. Моё решение таково. Даже если по характеристикам гроза и чуть-чуть лучше. Прицеливаться с неё совсем неудобно. Так, сюда. Сюда. Третьевые вставки. Ёмкость магазина плюс 5. Господи. Это просто то, что нам нужно. Да и третьевые вставки давай. Отдача минус 20. Я как бы с отдачей так справляюсь. Хм. Не стреляет дробью. Нет, я такого не хочу. Давайте лучше просто отдачу. Кстати говоря, некоторые вот эти вот последние элементы он и без инструментов может улучшить. Точность, как бы она вроде и так не страдает. Массу мы так уменьшили, поэтому давайте возьмём надёжность. Употратили почти 20 тысяч. Дружище, доставай Сайгу. У неё урон 53. И при этом точность... Блин, она, кстати, выглядит стало прям по-другому. Ствол изменился. Это типа как пламегас или что-то типа такого. Третьевые вставки тоже крутая штука. Ну и 10 патронов в обоими. Это просто имба. Я вас поздравляю. У нас с вами появилась пушка. Наверное, практически до конца игры. Я не знаю. Ну, только единственное... Да и даже протекта. Ну, протекта тупо долго заряжает. Дольше заряжается. У неё 12 патронов. Даже если их можно будет расширить. Здесь банально из-за того, что именно вот обоймы берёт. Обоймы — это круто. У тропевиков единственная проблема в том, что патроны много есть. Тут, наверное, килограмм 10 — это одни патроны для тропевика. Забрать кейс с артефактами у лидера бандитов. Исследуем территорию. Западный блокпост. Вот мы с вами на локации «Тёмная долина». Пацан, ты чё, перестремался? Ну чё ты морозишься? Подходи давай. Глава 3. Бандитская долина. Да. А ну, что ты тут, братишка? Только так, чтобы я твои грабли видел. Молодца. И не дёргайся. И всё тут так просто. Ну и чё это ты тут забыл, пацан? Я к вашему главному от костыля. Мне нужно забрать посылку. А, понял. Гони бабосики и можешь проходить. Какие ещё бабосики? Торговец мне про это ничего не говорил. А я тебе говорю. Давай бабки тогда пропустим. Если не хочешь платить, чеши в обход. Твоё право. И где обход? А я знаю. Не мои проблемы. Ладно, обход я найду. Но как до базы доберусь, пахан ваш узнает, что вы его колёса в палки вставляете. Слышь, ты чего распетушился? Проходи, не тронем. Мы тебя угрожать только нам не надо. Понял, прохожу. Ну вот так бы сразу, пацаны. Тут у меня палки в колёса. Слышь, чё тебе надо, фраер? Понял, понял. У тебя такая трёпиксельная морда, что? Это мне как-то, ну, насрать, что ли? Так, что у нас тут есть? У нас тут есть, так по-моему, база сталкеров. Есть сейф. Скину лишнее барахло в сейф на заводе. Буду надеяться, что туда никто не загрянет. Тут же есть также аномалии. Костырь просил метнуться в тёмную аномалию за кейсом, который находится у лидера бандитов. Первым наперем мы пойдём сюда. По нашему основному заданию. А затем, может быть, и тёмную долину. Начнём потихонечку обследовать. Благо, тут совсем недалеко. Странно, что здесь нет никакого вопросительного знака. Типа там аномалии или что-то в этом роде. Поэтому, наверное, туда и смысла нет никого уйти. Вряд ли там что-то интересное заспаунится. Господи, плоти. Я так не хочу тратить на вас патроны. Это вообще бесполезная затея, на самом деле. В этой модификации тратить на кого-то из мутантов патроны занятие не очень благодарное. Просто хотя бы потому, что эти самые части мутантов стоят какие-то совершенно копеечных денег. А вот артефакты стоят хорошо. И я не сомневался, что здесь есть что-то интересное. Конечно, просто так пройти здесь не получится. Не боюсь, что артефакт. Что, нашли? Лунный свет. Но он, кстати говоря, стоит денежку. Ну, точнее, одной потратенной... Одной потраченной аптечки он точно стоит. Территория аномальное болото. Да не, не, не. Давай просто выйдем отсюда, дружище. Беги, 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 беги. Ага. Вот это территория. Так, раз уж мы здесь. Давайте заглянем на другую часть этого болота. Кажется, артефактов здесь больше нет. Как будто бы в дальнюю его часть еще сбегаем. Здесь еще троечка. Да, троечка стоит себе припаркованная. Ну, как будто бы тут больше артефактов нет. Так. Давайте заглянем вот сюда. Здесь у нас что-то интересно. Так, сначала на остановочку. Да, есть. Хорошо. Мы можем делать просто вот так и подхириться спокойно. Единственное, только комбинезон. Хотел сказать, испортили. Но нет, не испортили. Очень странно. Так, тут у нас просто какая-то бандитская стоянка. Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Да, тут чисто такая бандитская обстановочка. Пойдемте этот завод исследовать. Ну, это прям не машина, а аномалия целая. Так. Труп я вижу. Герой хочет пить. Блин, испугали, Черти мелкие. Еще бы, знаете, на сайгу, да? Тоже можно было бы фонарик повесить. Ладно. Че, из дома не выбегаешь? Думал, один в поле не воин. так, все блокады. Смотреть тушь. Кровосос и труп какого-то сталкерка. Но мы уберем только определенного типа патрона, дроби мы брезгуем. Сашка парал. Так, и тут у нас патроны 939, две научных аптеки и вода, которую мы, кстати говоря, можем как раз выпить. Здесь явно какой-то сталкер обитал, но фотик какой-то. Че за патроны? Опять БПшки, которыми мы не пользуемся, просто их собираем в протяжении уже какого-то определенного количества времени. череп. Интересно, девки пляшут. Так, тут у нас какие-то старые трупаки. Непонятно, что с ними произошло. Может быть, с этим и будет какое-то дело связано. Вещи, блин, они не берутся. Странно. Радио, которое не включается. Видно, тут и правда была база бандитов. Трупы, которые нельзя обыскать. Не знаете, еще так это распластаны по земле. Как будто бы их просто прибило, я не знаю. выдаю эти ребятишки. Ладно, но я по-прежнему нахожусь в поисках инструментов. Очень похожее место для них. Токарные станки или что это, я к сожалению не знаю. Никогда на заводе не работал. такое себе зрелище на самом деле не до слабонервных, скажем так. тут как видите ничего нет. Как будто бы. Но я по-прежнему не оставляю надежды в одном из этих помещений что-нибудь донайти. Это тайник, но тайник, в котором ничего нет. ну по-видимому по всей видимости тут пусто. Так, еще стоило бы здесь осмотреться. Делаю все это вместе с вами просто потому что если я что-нибудь найду, чтобы это вы видели прям в прямом эфире. Ну пока что я ничего не нахожу и получается как стая трата времени стая беготня. А я это на самом деле не очень люблю показывать. У нас уже просто этих 9-39 патронов какое-то невероятное количество. Они еще и к тому же тяжелые. Ладно. Здесь вроде бы ничего. Давайте отправляться потихонечку сюда на базу к бандитам и решать наши делишки по основному заданию. Надеюсь там где-нибудь найдем мои инструменты для калибровки. Так вот здесь у нас находится аномалия тихие зори. и заодно сейчас сюда сбегаем. Самосвал и аномалия в воздухе. Здесь гравитационная аномалия навевит меня на мысль о хорошем хотел искать артефакте, но к сожалению это всего лишь выверт и я бы с удовольствием нашел бы еще одну пружину артефактами на зону порадовала пару раз и на этом все ладно здесь как будто бы больше ничего да красота этого явно не было в оригинале вселенная территория берег реки не ну выглядит сочно выглядит очень сочно но к сожалению здесь как будто бы как будто бы артефактов никаких нет мне интересно можно ли нет нельзя вы поняли что я хотел сделать но к сожалению нет давайте выведем радиацию с организма много кстати радиации ну достаточно и будем следовать вот это место так этот момент я тоже думаю стоит записать мы забрались вот сюда вот наверх одно из бочек там кстати говоря в том доме есть какой-то труп туда мы тоже заглянем но чуть позже сначала давайте спустимся ага инструменты для калибровки собственно что они интересно здесь забыли очень странно как будто какой-то не знаю техник что ли сюда провалился что мы еще нашли мы нашли пистолет успe как будто бы совершенно бесполезно оружие сейчас для нас поэтому тоже не буду с ним таскаться не 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 спасибо что хоть не упал идем в соседнее здание хочет спускаться нормально спустимся так труп предположительно где-то внутри явно не здесь возможно где-то наверху нет он значит за домом правильно я понимаю так небольшой тайничок это хорошо это всегда пригодится так он за домом насколько я понимаю за домом с той стороны наверное сам обыкновенный сталкер просто который погиб но не могу не пропустить внимание его труп валерка латун возьмем патронов медикаментов гранаты кстати говоря в этой игре гранатами я совершенно не пользуюсь ни разу не пользовался даже так скажу радиацию за организм стоит вывести так заходить я думаю стоит вот здесь что у нас с весом у нас потихонечку организм просто справлялся с радиацией он кстати говоря уже 55 килограмм понабрали мы тут всякого самая основная нормаса это вот эти вот патроны благо спасительная пружинка на поясе бегом и в принципе как и раньше здорово мужики ты че ошиваешься тут пес бродячий ты к бугру тогда тебе через парадный договорюсь там с пацанами не со мной проваливай уже разворачиваюсь вот оно как оказывается окей я думал у вас здесь парадный из подвала здания бандитской базы некий сталкер просила помощь вероятно это пленный бандитов как же это знакомо сука нужно узнать как можно ему помочь немой вы помните найти сталкера по кличке немой сталкер неужели кто-то из своих ты кто таков будешь как здесь оказался немой меня кличет бандиты прижали практически у долговского кпп перед баром сволочь мне даже стыдно что такой сброд в дырявых куртках смог свалить опытного сталкера все забрали ублюдки одели меня в этот чертов свитер обруйка мою дорогую куда-то уже сбагрили сижу теперь тут чахну за этой решеткой так ты тот самый немой из группы свирепого мужики то тебя ищут ничего себе как мир тесен да из его группы я из его но сейчас не самое лучшее время об этом говорить сможешь мне помочь выбраться уже третью неделю здесь торчу я даже не знаю чем помочь мне доверие со стороны бандитов придумай что-то пожалуйста тут всего один отброс сверху меня сторожит так просто отсюда выводиться не выйдет я постараюсь помочь когда подвернется момент обещаю выждать момент интересное развитие событий нужно выждать момент когда можно будет помочь немому выбраться из бандитов из тюрьмы стоит поработать на ублюдков если что-то подвернется кушать захотел что себе кушай так так а у нас я так понимаю важный персонаж здесь какой-то у них кстати говоря тоже есть техник есть торговец а это кмаперец в котором будет сегодня на пару ворон меньше дорог мужик не хочешь по воронам пострелять ну давай отлично из вариантов у меня тут игра на интерес на деньги или на рекорд что из этого по душе так насчет правил досчитай никаких я засекаю время ты готовишься и по сигналу начинаешь гасить успеешь за минуту снять столько сколько надо молодца я герой а как ты будешь их гасить это твое дело только учти выйдешь за эту ограду игра кончится ну так как на интерес на деньги на рекорд давайте сперва на интерес тренировочка да правило рубишь давай стрелять сколько ворон осилишь давай максимум 4 не настреляет ты че вообще стрелять не умеешь ну блин это на самом деле очень легко так патрон тратиться конечно не хочется ну все 4 ворона я отстрелил да вот она полетела ты че тупишь боссы играть самое оно ну еще пострелять хочешь блин слушай я столько патронов на это дело слил не этот мужик ну давайте еще разок попробуем ну че подривем та же ну на этот раз на рекорд вот это выбор реального пацана тебе нужно за минуту успеть вынести как можно больше ворон рекорд сейчас 2 ну давай при таком рекорде ставка равна 2000 так а че он по деньгам за минуту окей 4 ставка 1200 значит рекорд это самое выгодное но вы понимаете блин мне патроны жалко давайте в этот раз попробуем на этого лоха ставить не буду да вроде на нормального мужика тянь давай мужик я в тебе верю не да вон она полетела ты че тупишь ну одну обоему мы отстреляли 5 ворон есть то есть рекорд мы уже побили больше я стрелять не буду просто потому что мне не хочется стать патронов давай мужик я в тебе верю патронов мы с вами потратили достаточно не знаю хоть и денег у меня много но все равно не хочется тратить такое дело патронов рекорд мы побили давай еще мужик сейчас точно выиграешь побили в натуре снайпер в натуре снайпер вот твой бабос как обещал 4000 кстати дал все поигрались и хватит уже будем это задание наше основное выполнить или как так нет подождите нам нужно через парадный через парадный это вот здесь опять сейчас бабок с нас потребует сто процентов мужик ты со входом немного напутал чеши-ка ты через парадный чтобы ни лишних проблем не было что значит где где парадный вход вы че издеваетесь надо мной или что я был только что вот здесь вот здесь вообще не понимаю вот парадный господи ты куда так резво чешешь баклан ты к бугру нашему не так не пойдет дядя придется тебе кое-что для нас сделать такого уговора вообще не было мне нужно только забрать артефакты плевать нам сейчас на ваши сталкерские договоры притащи нам десяток антирадов тогда и поговорим одна из наших групп на днях собирается в рейд там места радиоактивные а у нас недостаток препаратов притащишь заберешь заберешь свои артефакты нам чужого не надо это у меня у самого проблемы с препаратами в принципе есть еще пару вариантов либо капаешь нам денег вместо антирадов штуки 4 ой фу ну господи штуки 4 это для меня сейчас это мелочь либо тащишь какой-нибудь артефакт от радиации и каменный цветок не отдам ну а лучше антирады раздобыть конечно с ними у местных с фермы наверняка проблем нет а мы с ними не в ладах ну кстати говоря нормальная темка можно и на ферму сбегать но мне что-то лень поэтому возьми деньгами братишка отлично а ты сопротивлялся ну все заруливай давай ясно нашим передам чтобы тебя не трогали спасибо темновато у вас тут ребятки придется включить фонарик нужно к бугру но мне на самом деле интересно вообще посмотреть что здесь к чему конечно побегать так сказать на самом деле я только примерно помню как тут куда пройти но вот это наверное как раз проход в те самые или нет не проход а ну это склад ок это у нас просто склад так тут просто тип стоит где-то здесь есть еще спуск вниз вот только где нам бы его найти наверное где-то здесь и туда тоже проход нам пока что закрыт как кстати говоря туда может быть через верх не понимаю почему вот здесь вот две точки будто было бы указывает на торговца а он тут один так расскажи о себе брат я еще при союзе коммерцию двигал знаем мы таких бандитскими куртками торгует но у него кстати ассортимент вооружения такой неплохой цены у него еще дороже чем могли бы ну кстати у него все 5000 то есть научные аптечки по 900 забирай очень вкусно радиопротектор за 300 пси блокады по 550 звучит неплохо мы так на нем на самом деле и нажиться можем но пока что только 5000 по сути отбили какое-то количество денег дротик ну не знаю сильно или нам нужны какие-то патроны но за 930 штучек можно я думаю взять он кстати говоря может купить и вот эти 939 всего за 350 как будто бы нет я не хочу за такие дешманские цены отдавать тебе тут кстати говоря тоже 2 метки но наверное просто поганул с метком собираемся что плохо лежит хова это у нас бармен местный водка ему отдадим все остальное оставим благо пока что вес позволяет заглянем еще к местному технику тебя братец что тут интересного прозрачный ну как видите ух ты кстати мы прицел где-то нашли сейчас заметил странно странно патроны 2100 забирай прицел 450 пожалуй пока оставлю бармен по 120 дешево видите как-то странно здесь каждый персонаж свои вещи покупает по разным ценам так но он может нам просто починить что что же в целом неплохо больше мне не нужно все пойдемте уже прямиком в голове всего этого сталкерского сообщества такая я здесь могу кстати пробежать нет здесь не могу ну так называемый боров местного разлива сидит у нас где-то здесь кстати интересно тут у нас что типа кухни местной ничего вроде нет на самом деле я тут уже у этих бандитов столько всякого добра понабрал что прям трухляй всякие ящики открываем мне уже давно порешать наверное пора течек приличное количество нашел ну здорово я забыл здесь сталкеров правда на монголу похож еще с тобой можно поговорить то не что надо даров я от костыля пришел за посылкой новенький тогда слушай это наша база значит ты здесь гость помни об этом чтобы не буянил тут уяснил все понятно я только возьму кейс и слиняю отсюда деньги вперед держи все можешь проваливать отсюда советую без надобности здесь особо не крутиться все понял ухожу дождаться появления костыля и отдать ему кейс да особо понятно что это дружище а у тебя да у тебя никаких диалогов нету других если куда-то отлучился со свалки сказал что мейк нет когда появится че трешься тут мимолетом ухожу уже смотрю подсыкаешь почему это у тебя ноги чуть ли не трясутся смотри не обделался здесь чего напрягся ты думаешь мадита значит будут прессовать тебя здесь честно думаю с вами надо быть аккуратней ну в общем ты правильно думаешь но ты не сы ты так как я понял теперь будешь посылки таскать от свалочного барыги пока да ну понятно я тут это бригаду собираю на одно дело раз тебе торгаш такое дело доверил значит лакерок ты толковый не желаешь присоединиться интересно что за дело налеты гоп-стопы грабежи слышат нас с бандосами с мусорки не сравнивай те в край отмороженные мы же тут можно сказать более лояльны что за дело то у вас я собираю группу чтобы разведать одно место и что за место знаешь про заброшенный завод здесь недалеко браток я его уже разведал так ты без вас ну пробегал мимо значит слышал наверное что там вход лаборатории x18 находится так вот раньше мы его контролировали видел видел всяких сталкеров прессовали которые любили по лабораториям заброшенным шастать какой-никакой заработок был потом в том месте произошла какая-то хренотень как-то утром связались с пацанами как они там а в ответ тишина ну думаю может связь после выброса барахлит послали пару пацанов поверить в то место возвращают через час все запыханные перепуганные я спрашиваю вы че что случилось они мне начали втирать там пацаны висят мертвые все я спрашиваю вы курили в смысле висят а они что ну они отдышались и начали рассказывать мол пришли на завод а там тишина заходит внутрь а там все пацаны наши мертвые да еще раскиданные по всем сторонам да видел я видел что ты стираешь как-то кто-то на балке под крышей повис кто-то на стене словно их кто-то взял как елочные игрушки развесил я конечно не сразу поверил пошел сам сгонял близко подходить не стал подошел к воротам действительно как хрень какая-то ладно думаю мало ли что там случилось соберу пацанов пойдем разведом место пошел на базу а со мной идти никто не хочет слухи быстро разошлись и у нас это место попал черный список никто туда ни под каким предлогом идти не хочет да уж ну и что удалось кого-то в бригаду собрать троих собрал если ты согласишься то двинем ладно годится ох топор как ты на это все подписываешься тем более с бандосом с которым ты никогда в жизни ничего не имел просто что-то пойдет не так тебя сразу же подставит когда выдвигаемся мои пацаны дежурят недалеко от завода двинемся туда сгруппируемся и пойдем к заводу слушай у меня кое-какие дела встретиться струкляем в свободное время я обещал стоять компанию туркляя для вылазки на завод где они как он говорит происходят странные вещи ну это задание сто процентов кто-то куда делся то уже стоит выделки может быть и немому сможем каким-то образом помочь да интересные пироги сюжет начинает набирать обороты наверное в следующей серии как раз этим и займемся потому что других дел пока нет снимем пока что тупик поэтому пока что это единственное наше занятие но пока будем эту серию заканчивать друзья обязательно ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал ну а с вами как обычно был Арза и модификация трусталкер до встречи сталкера ул славы ул н л л л Продолжение следует...